Привет! Сейчас прошли границу из Камбоджи в Таиланд через Коконг. Очень проблемно прошли. Мы сейчас едем уже в Вангкок. Впереди трат. Там вон море был вот слева, ну и есть оно где-то там. В общем, мы едем вот из Синуквиля на автобусе. Билет купили за 28 долларов на человека. Доехали до границы в Коконге. Выгрузились из автобуса. Чемоданы наши взяли, погрузили на телегу и уже до Таиланда оттащили. Вот. А мы, значит, пошли, вышли как бы из Камбоджи, штамп поставили, паспорта. Потом пошли в Таиланд. Значит, для россиян вход в Таиланд бесплатный. Ничего не нужно. Просто заполняешь вот эту миграционную карточку кое-как и все, тебя пускают. Никаких проблем. А для украинцев, оказывается, нужно делать визу. Для визы нужно, значит, сфоткаться, фотография нужна. Потом нужно копию паспорта и распечатанный билет. Причем на английском языке распечатанный билет. Вот. У меня был билет на русском. Ну, а как бы завтра мы уже улетаем в Москву, в Бангкока. В принципе, нам нужно в Таиланде было всего там сутки находиться. И вот что получилось. А, виза эта еще стоит 2000 бат. На 15 дней вот 2000 бат. Вообще очень дорого. И вот, значит, сказали. Нет фотографий, не распечатан билет. В электронном виде билет не подходит. Вот. И там такие, значит, услуги предлагают. Чуваки стоят. Типа за 500 бат. Мы тебя сейчас на мотобайке отвезу. Сделаю тебе, распечатаю все. Фотки сделаю. Ну, я кое-как сторговался на 400 бат. Сели вдвоем на мотобайк. Поехали в Камбоджу. Где-то километра, не знаю, два, наверное, поехали. Втроем, то есть, на мотике ехали. Еле-еле, блин, влезли на него. Значит, распечатали там билет. А, еще и поменяли деньги. По хреновому курсу. По 29 бат за 1 доллар. А сейчас курс, наверное, где-то 31. Нормальный курс. В общем, распечатали билет. Поменяли деньги. Сделали фотки. Копию паспорта сделали. Приехали уже. Все, вернули нас на границу. На мотике он привез нас на границу. Даем паспорты. Пытаемся сделать визу. Говорят, что нужно обязательно на английском. Билет должен быть распечатан обязательно на английском. Короче, нет, 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 нет. Я говорю, скажи тогда боссу. Попроси босса. Скажи боссу этой девочке. Ну, босс смилостивился. И все-таки сделал визу. А то, возможно, пришлось бы опять ехать. Вот туда еще раз. Еще, наверное, платить еще деньги. Составлять как-то билет на английском переводить. Распечатывать. Пипец полный. Значит, вот. Потом, значит, все. Получили все визу. Все. Я штамп получил. Пошли к автобусу. И еще там что-то у нас. Давайте еще типа 200 бат. И еще 100 бат кому-то на чаевые. За то, что там везли наш багаж. Что-то ждали там нас. Охраняли багаж. Пипец. Это полнейший один развод какой-то на этой границе. В итоге получилось, что виза эта обошлась со всей хренью. Значит, 2000 бат, собственно, виза стоит. 400 бат за то, что распечатывали. И еще 300 бат на всякие перевозку багажа и непонятно на что. Вот сейчас 2700 бат. 2700 бат это где-то 90 долларов. Пошлось. Охренеть вообще. Это я сейчас так бы уже думаю, что... Чищевле, наверное, было лететь на самолете, что ли получается. И как бы вообще в Таиланд не заходить. А в аэропорту в этой зоне вот находиться. В Таиланд вообще не заходить. Вот такая вот история. Мы сейчас тоже едем дальше. К трату буду подъезжать, наверное. Там Качанг, Камак, Капут, острова. Хауэй. Прикольные острова. Вот. Такие дела. Забыл еще добавить, значит, кое-что хотел. Где-то зато вот получилось ввести в Таиланд где-то 5 литров алкоголя. 5 литров вискаря, рома. Прокатило все. Ничего они там не заметили, не проверяли. Это хоть какой-то плюс. Хоть какой-то плюс. Уедем. Такая дорога. Ну а едем на минивэне. Таня вот сзади сидит. Спит. Наш водитель. Чуть-чуть я покажу еще тайской дороги. Чуть-чуть я покажу еще тайской дороги. Эти. Продолжение следует... А вот тайские пробки. Поскольку мне досталось козырное место, я решил чуть-чуть поснимать. Продолжение следует... Продолжение следует... Походу будем очень долго ехать. Продолжение следует... 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 На сторонке Продолжение следует... Справа вот аэропорт Сейчас у нас в аэропорт везет Привет! Доехали мы вчера до Бангкока Ночью, понятное дело, сейчас уже утро Привез автобус у нас почему-то в аэропорт Суворнокуми Хотя он вроде как не должен был Водитель еще захотел 200 бат С какого-то хрена Но им не дали В аэропорту гостиница стоит дорого Минимум 2500 бат Вот это 80 долларов Вот Поэтому мы Подключился к интернету И в двух с половиной километрах отеля Забронировал по огоде Отель за 850 рублей То есть Это буквально там не знаю сколько Меньше 15 долларов Получается Где-то так Вот Такой тут вид Даже есть балкон Маленький балкончик Даже вот Вид есть Вид есть Таксист у нас за 250 бат С аэропорта сюда привез 2,5 км Ну Хотел за 300 Но за 250 договорился Ну конечно это дохера очень Отсюда в аэропорт 150 везут В отеле там Висит табличка Утро Знаете, неплохой вид даже На удивление Даже зелень есть А вот А вот Такой вот Ладно Ну вот номер Кондей В общем Вот такой номер Пару кадров С аэропорта Бангкока Суварна Куми Суварна Куми Суварна Куми Здоровый аэропорт Много этажей Что-то по-моему 4 или 5 этажей Внизу железная дорога Все клево здесь Такое супер сооружение Так Сейчас посмотрим Наш рейс Через Ашхабад в Москву Значит Час Час должен быть Так Ти-Джи Что-то Ти-Джи Нет Пока нету Ждем Пока Я в аэропорту Вот во Бангкока Суварна Куми Тоже прошел таможню Жду посадки На Ашхабад Ну а потом Естественно в Москву Я оставлю здесь Корзиночку Много тут самолетов Аэропорт вообще здоровый Это такой пул Из Бангкока Можно лететь Вообще Во много мест В Австралию На Бали На Филиппины Куда угодно На Филиппин На Филиппин На Филиппин Какой-то ЭВАЭР Что-то такое, не знаю, такой зелененький. А, вот этот самолетик, на нем сейчас полечу, видимо, я. Туркменистанские линии. Зелененький тоже. Там, по-моему, Boeing 777 и что-то такое. Ну все, пойду уже. Да, сейчас посадка скоро начнется. Лечу в самолете. Ташхабада осталось полтора часа. Лечу в чудо-американском самолете. Boeing 777-200. Отличный самолет. Большой. Тут вот сортиры. Там хвост. Выход. Рычаг надо повернуть. А лево откроется. Он сейчас, по-моему, не откроется. Потому что давлением он сдавливается. Невозможно открыть. Как только на земле откроется. А вот там земля. Что-то видно. Летим сейчас над всякими стрёмными местами. Там Пакистан, Афганистан. Что-то такое там, видимо. Мониторы тут в туркменских авиалиниях не работают. Они есть. Тут у каждого кресла. На них ничего не работает. Вот так сидение выглядит. Очень мое. Вот эти мониторы не работающие. Вот окошко. Там двигатель виднеется. Крыло. Облака. Прилетел в Ашхабадский аэропорт. Сейчас пересадка 2 часа. И дальше Дамаска улетает. Такой тут новый аэропорт. Устал уже сильно. Дамаска улетает. Спасибо. 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 Спасибо.